собственно для для меня вот то что вот сегодняшнее мероприятие такое достаточно волнительно потому что по большей части я бы не могу себя ни в коем ни в коем разе скажем так назвать исследователем я скорее псих я скорее психолог практик да в этом смысле но такая практическая психология на мой взгляд не может существовать без научной собственно какая-то ну такая научная база в общем она необходимо сегодня же я хочу поговорить про видеоигры про то что в общем то вроде бы ну так достаточно активно присутствует нашей жизни я думаю ну в общем то каждый для каждого это в общем то и не секрет что важно ну что я хочу подчеркнуть уже собственно с этого вот кусочка текста что достаточно часто в науке обсуждается скорее вопрос там или пользы игр или вреда игр да это вот в общем такой основной как будто бы такой социальный заказ ну в общем скажите нам да условно говоря то есть игры это хорошо или игры это плохо в общем то и достаточно большое количество статей в общем материалов лекции они посвящены этому вопросу собственно это тоже такая достаточно важная конечно часть касательно пользы или вреда но на мой взгляд игры в этом смысле намного шире намного интереснее и еще плюс мне кажется что это такое речь но это уж такая дикая в общем-то у меня фантазия на счет что наверное это такое ну так реакция либо там не знаю как-то своеобразно на стыд перед играми потому что это общем сейчас такой игры имеет такой интересный статус скажем так в этом смысле вот если говорить немножко про цифры хотя с играми тоже достаточно сложно в этом плане ну информацию конвертировать цифры очень на данный момент у нас мы можем говорить о том что в 2017 году у нас есть около двух миллиардов и шесть игроков то есть соответственно даже те данные то таким образом это было получено это в общем-то статистика по использованию игрового движка unity да ну то есть то что приводит игру собственного движения и естественно это тоже не учитывает использование вообще игр ну например вот сидите вы дома и вы там раскладываете косынку на каким-то там чем не рефлективным совершенно образом это тоже в общем-то учесть это достаточно сложно а если смотреть например по сша то средний возраст игрока и 35 лет то есть вообще нет это не тот какой-то в общем-то подросток то не знаю ну там 13 лет который в общем-то клацает его там чуть бесятся злится и бомбит его там условно говоря да как это в общем обычно нам показывается это в общем-то уже чет человек уже пожил какое-то временно там назад ну вот собственно к такому возрасту он уже мог вполне успешно скончаться например в какие-то древние вот касательно такой вещи как киберспорт да это что в общем-то просто кто-то играет соревнуются на это и кто-то это смотрит то есть даже люди не играют они просто вовлечены в то что в общем-то они наблюдают тоже по данным насколько я сейчас вот я под данным 2016 года ежемесячно такие киберспортивные мероприятия просматривать 161 миллион человек собственно это достаточно такая хорошая цифра и судя по всему это будет еще увеличиваться потому что только набирает оборот да в том числе и такой самый стриминговый сервис когда просто люди смотрят как другие люди играют в игры тоже такая достаточно забавная вещь вот забавный факт когда я собер искал вообще статистику по поводу видеоигр один из отчетов вообще в этой области я когда посмотрел собственно как его достать он оказался платным и стоил он шесть тысяч девятьсот евро то есть просто же для того чтобы почитать полистать отчет ну пришлось заплатить ну достаточно интересную сумму скажем ну меня почка еще есть а что интересно видеоиграми интересуются не просто какие-то отдельные там науки да ну там культурология психология в общем социология и так далее чем с 2001 года у нас есть определенную уже свое собственное не тоже свое к ним пока не поймите мне правильно неправильно я к нему пока числу не принадлежу но в общем есть целое направление которое занимается отдельно видеоиграми называется это game study соответственно исследование игр что мне в этом все нравится да несмотря на то что пока еще многое не определено потому что у них в общем то даже пока еще нет четкого определения видеоигр да например это общем ну такой в общем выход за какие-то в общем-то узкие обычно рамки но отдельных там не знаю отрасли науки да почему например психологии типа про пользу или вред игр это в общем то такой дисциплинарный подход к изучению игр и в этом смысле это возможность посмотреть на то явление которое у нас в общем-то развивается очень интенсивная был в общем то еще даже сложно там сложно было даже иногда ну сложно иногда представить как игры могут развиться 10 лет назад игры были совершенно другие там или 20 так далее вообще две разные истории вот и что мне еще тоже нравится это уход от ну там или такого ну там стигматизации игрового процесса ну типа игры это плохо и или также это не попытка оправдать игры то есть они есть это какое-то такое интересное явление в общем это нам любопытно ну давайте этому посвятить время даже вот за это время ну получается 16 лет появилось уже два подхода исследованию видеоигр один из них это лудология которая интересуется самим игровым процессом то что называется геймплей то есть как она играется как я взаимодействую с игрой что я делаю что это все там ну там не знаю в общем почему это меня увлекает условно говоря да и другой подходит это когда игры рассматриваются как нарратив как рассказ когда вот разработчик игры хочет мне что-то рассказать вот объяснить этой игрой один из вот интересных таких ну то есть они регулярно спорят они не согласны друг с другом на святое дело в общем-то хорошо один из таких примеров очень интересных в плане того как можно посмотреть и на то на то и на другое в действие эта игра 12 сентября вдруг кто-то сталкивался как будто слышал так далее эта игра посвящена посвящена тому каков мир условно говоря стал после 11 сентября ну соответственно 12 и любопытная деталь игры в следующем она то что разработчик хочет сказать сообщается при помощи так называемой процедурной риторики это когда я играю правило игры сообщает мне что-то вот то что хотел рассказать разработчик что происходит в этой игре у нас есть это в общем такая флэш игра да у нас есть город арабский по городу ходят мирные жители в общем-то там по-моему женщины мужчины дети по моему точно не припомню вот а и между ними изредка походят люди такие в черном с автоматами ну типа террористы а у вас есть просто курсор ну и прицел куда в общем можно бомбить ну и цель в общем вроде бы простая ну разбомбить террористов в общем не повредить мирных жителей игра так устроена что практически невозможно не задеть там или дом или мирного жителя если случайно вы убиваете мирного жителя это практически неизбежно вокруг вот этого условно говоря там трупа появляется большая толпа мирных жителей слышен плач и через какое-то время они превращаются в террористов игра таким образом ну то есть сам разработчик пытаясь сообщить что борьба с терроризмом имеет шансы того что в общем-то терроризм будет еще увеличиваться никакого текста никакого напрямую там ничего не объясняется просто это выясняется ну таким словно говоря методом ты когда ну мы выяснили какие правила игры в общем то и получать называется вот психология очень достаточно таким любопытным образом отметилась видеоигр да ты тоже помимо собственно тоже вот этой истории с вредом ну так не очень удобно в этом смысле в каком в каком-то плане получается если речь идет про вред или пользу потому что психологии есть одно из направлений это поведенческая психология или в общем-то бихевиоризм туда по-другому от слова behavior с английском какой-то момент появился благодаря тому что в общем психологии было много таких исследований ну в общем где в общем следовало скорее сознание это общем очень сложно было как-то переконвертировать научное знание что-то было не очень понятно а этим людям было намного интереснее смотреть за поведением затем что конкретно фиксируется затем что вот в общем то я смотрю там человек или животное она чаще правда было животное да ну как поступают из этого я могу какие-то выводы сделать соответственно их интересовало в общем-то поведение вот у нас один из примеров такого в общем-то а если не изменяет память это называется коробка скинера как он собственно скинер выглядит можете посмотреть здесь и там в общем достаточно простые такие схемы использовались что в общем то например голуби давали какое-то задание если он выполнял его успешно в общем то то есть ему выдавалась награда то есть подкрепление условно говоря то есть проверялась на то насколько вообще возможно было например ну как-то модифицировать поведение подкрепляя его каким-то образом ну вот типа хорошо поступил ну получай какой-то корм условно говоря и собственно вот этот человек бэрис кеймер он один из тех людей который как раз повлиял ну так он сам того похоже не подозревал но повлиял на игровой дизайн а то есть на то как условно говоря создаются игры потому что случилось дальше достаточно любопытная вещь в 2001 году появилась статья молодого психолога который только в общем-то заканчивал университет называлась она бихевил гейм-дизайн или поведенческий игровой дизайн на достаточно таким таком авторитетном для вот в общем-то словно говоря разработчиков игры сайте на гамасутре где в общем то он пытался использовать те находки которые обнаружились который обнаружил скиннер собственно в видеоиграх то есть как можно строить видео игру таким образом чтобы поддерживать интерес игрока но какие-то в общем то есть оптимальные способы в этот интерес поддерживать потому что естественно разработчик видеоигр очень хочет чтобы его чтобы игрок как можно дольше играл в игру чтобы он ее не бросил с самого старта да особенно если вот это время проведенное в игре можно конвертировать деньги да это же прекрасно что в общем то выяснилось но какие выводы были используют переведены из области просто исследования над животными в область видеоигр выяснилось что есть несколько способов вознаграждения игрока один из вариантов это вознаграждение за активность но условно говоря если у нас есть вот первый вариант это фиксированное вознаграждение это когда допустим человек ну там игрок убивает допустим 10 орков и вот он точно знает что убив эти 10 орков он получает вознаграждение у к этому золото какую-то еще ерунду в общем и то есть он знает что для того чтобы допустим получить следующее вознаграждение нужно еще убить каких-то 10 монстров там или еще в общем живность выяснилось что вот при таком подходе в общем вся больше всего активности она проходит подходит под конец ну под 9 убитого орка 10 уж это вообще счастье конечно вот обнаружился был найден еще другой вариант даже ходит легенда ну как то каким образом это обнаружилось что общем однажды у скиннера по-моему кончилось питание для голубей но их что-то очень мало было это в общем это еды вкусной в общем то он пробовал разные варианты ну то допустим вот нажмет голубь 10 раз на кнопочку да ну или там пять раз или сколько я в общем то скиннер это подкреплял в общем-то просто кидал еду что типа вот мы правильно делаешь выяснилось что есть еще другой вариант есть случайный вариант случайного такого вознаграждения игрока такого подкрепления когда ну или человек или голубь условно говоря не знает сколько там ему надо делать совершить действие или нажатии до что получить награждению как этот момент получает 3 потом 5 ну за 5 нажать и потом за 20 и так далее то есть варианты то есть все менялось постоянно и что интересно в этом случае игровая активность она была достаточно стабильна потому что в любой момент могло появиться вознаграждение было другой ну то есть еще один тоже интересный плане момент то же самое происходило с временными промежутками например если раз в полчаса игрок знает что вот я сейчас получу что-то то в общем-то игровая активность его ограничилась эти как раз рамками полчаса но прошло полчаса зашел получили ушел и тогда был конечно вариант что игрок в общем-то игру в общем-то покинет был также вариант когда ты зайдя в игру просто там что-либо делая просто присутствует и получаешь вознаграждение тоже не знаешь когда и в этом плане вот даже вот на этих двух моментах там конечно еще было много чего в этой статье а это как бы такие ключевые моменты в общем-то это достаточно существенные такие ну как бы важные столпы игрового дизайна в наше время когда в общем скорее игровая активность поддерживается так не знаю там ожиданием награждения в любой момент когда я тут условно говоря игра я не знаю когда это случится и я вот еще пробую это поднимает очень интересные этические вопросы потому что в некотором смысле эти механизмы очень похожи на то как воздействует на человека казино например потому что например на на нажал или там дернул что-нибудь в общем ты ты не знаешь когда получится у тебя или не получится ну как награду получить в том числе и вот буквально недавно есть вот произошла такая история с такой интересный скандал с игрой посвященную звездным воинам где в общем то в некоторых странах я уж точно к сожалению не помню в каких есть возможность что эту игру приравняют игре в казино соответственно детям в такую игру запретят играть мне подсказывают что бельгий вот это тоже прекрасно вот чего дальше на мой взгляд есть еще мой любимый момент в этой всей истории с игровой это вопрос существует ли зависимость от видеоигр почему я думаю все могут кто может прочел на английском кто не смог я скажу что в общем то здесь пояснение такой видеоигра видеоигра ну там игра испортила мне жизнь но ничего у меня еще есть две жизни вот этот вопрос достаточно важный потому что ну собственно даже вот по моим наблюдениям в общем то очень много коллег практических психологов например где-то в общем в анонсах или там мероприятия каких-то пишут например ну вот помогаю в общем с игровой зависимость не очень особенно я люблю понять вот такую сцепку фраз игровой зависимость потому что это очень замечательно ну что это непонятно тогда например о чем речь это про речь идет про гэмблинг да ну про азартные игры или про игры в принципе ну то есть или ну смысле про компьютерные игры очень непонятно то есть даже вот я собственно по своим тоже наблюдениями когда читал такие тексты в них как-то максимально не точно эту упоминал так я так подозреваю что это ну вот давайте вы придете и на то и на другое ну вот тоже ничего но есть такая вот очень интересная штука которая вот даже вот человек радуется знает что это такое любимая очень всеми психиатрами dsm-5 это в общем-то диагностический статистический мануал по психическим расстройствам чем он замечательным не просто тем что этот сборник там не знаю психических расстройств а вообще-то он имеет конкретно соединенных штатах конкретное практическое применение именно по нему могут ставить в соединенных штатах диагнозы соответственно кому-то психическом нарушении и соответственно назначать какое-то лечение то есть вокруг вот этой книжки она такая достаточно внушительная идут на самом деле очень серьезные войны в том числе там разных там страховых фармацевтических так далее компаний это в общем отдельная история это в общем какая-то своеобразная очень кухня но собственно вот вот то на что мы смотрим это вот последняя как раз редакция этого dsm-5 которая была произведена в 2013 году и она замечательна чем мы достаточно часто например вот я думаю кто тогда вот то дайте даже вот так сделаю таким вот образом поднимите пожалуйста руки те кто слышали или читал где-либо что-либо про игровую зависимость прекрасно собственно gsm-5 такого нарушения какacağу зависимость нет ну вот отдельно вот такого понятия как игровая зависимость нет там есть собственно единственная вид зависимости который не зависит от какого-то вещества дан алкоголь наркотики так далее Диснем вид зависимости который присутствует. Это как раз то, о чем мы говорим, когда мы говорим о зависимости от азартных игр. То есть, собственно говоря, условно говоря, это патологический гэмблинг. В качестве предложенного варианта, условно говоря, давайте поисследуем, давайте проведем исследование. Только в 2013 году появилась статья Internet Game Disorder. То есть, это нарушение, зависимость, связанная конкретно с видеоиграми. Это скорее не конкретное, но сейчас еще психическое расстройство. То есть, пока еще никто не торопится это называть отдельным психическим расстройством. Это как рекомендация, это исследование просто. Это чем интересно, я для простоты скорее буду называть это патологическим геймингом. Потому что интернет гейминг дисордер, это понятие своеобразное, в принципе. Почему обязательно интернет гейминг? Это не очень понятно. Собственно, что это сулит? Потому что, соответственно, если это понятие появляется, это можно как-то использовать в клиниках в Соединенных Штатах и так далее. Это может проплачиваться, это может быть терапия, либо психиатрическое вмешательство. Это имеет конкретное применение, но имеет конкретные последствия. В том числе, например, предложили 9 критериев. То есть сама интересная ситуация этого наброска к нарушениям, к психическому расстройству, в том, что диагностируется, условно говоря, такое нарушение, если за последний год у человека присутствует хотя бы 5 из этих пунктов. Например, когда человек испытывает так называемый синдром отмены, когда он не играет в игры, он мучается, он страдает, он испытывает некоторые трудности в связи с этим, в связи с потерей возможности получать такой опыт, да, ну, игровой. Или вот интересный момент, это насчет толерантности к играм, когда вот для того, чтобы получить какое-то удовольствие, нужно играть больше, условно говоря. Ну, собственно, я даже не буду, наверное, называть все эти моменты, они достаточно... Ну, да, ну это такое, очень интересно, забавно, да, действительно. Это когда человек продолжает играть, даже когда он знает о вреде гейминга для своей жизни. То есть не просто, там, условно говоря, вред игр, а конкретно знает, чем это ему вредит. Собственно, это такой достаточно принципиальный вопрос, потому что, ну, вот эти... Вот этот перечень моментов, потому что они же используются, как пока что критерии для... Ну, так, не то, что диагност... Ну, для постановки диагноза, да, а скорее вот, ну, вот тут похоже на, там, допустим, какой-то патологический гейминг. Потому что на основе этого списка проводятся дальнейшие исследования в этой области. Собственно, одно из них, у меня достаточно, ну, оно достаточно интересное, очень такое прикольное, было проведено в 2016 году с участием 18 тысяч, ну, более 18 тысяч человек, от 18 до 24 лет из Великобритании, Канады, США и Германии. То есть такая, в общем, неплохая, на мой взгляд, цифра. И по вот, ну, пока еще предварительным скромным результатам, в общем-то, выяснилось, что из вот этого количества человек, где-то 86 процентов, ну, играли в игры. То есть они не просто в курсе, но они как-то участвовали. Среди них, среди опрошенных, ну, где-то двое из трех вообще, ну, не демонстрировали признаков этого нарушения. То есть, ну, это, в общем, обычный был опыт, который как-то не вносил, ну, неприятные какие-то моменты в их жизнь. Можно было предположить наличие, вот, патологического гейминга, ну, наверное, от 0,3 до 1 процента из общей выборки. То есть из всех-всех-всех вот этих 18 тысяч человек. Почему он 0,3? Потому что, ну, вот, в чем такая, почему такой разброс? Потому что сравнивали с разной страной, и 0,3 — это вот повезло немцам. Вот у них, пожалуй, 0,3. Почему-то у них с этим попроще. Вот. Вот. Также интересно, что, в общем-то, такой, ну, условно говоря, там, не знаю, патологический гейминг встречается много реже, чем гэмблинг. Насколько я помню, если мне вот сейчас вот сходу не изменяют память, то это, в общем-то, среди гэмблинга как раз, по-моему, около 3% это по Великобритании нашлось. Далее, чем вся эта история прекрасна. Ну, конечно, мало, конечно, просто там исследовать что-то, если должен быть какой-то практический интерес. Было проведено исследование, опять-таки, вот, что-то год не написал, я уже так и не припомню, но, в общем, достаточно недавно, по-моему, 15-й год. Использовалась выборка в 3 тысячи человек, это вот, в общем, дети одной и той же школы Сингапура. То есть это было, исследование проводилось 2 года, ну, такое, относительно лонгитюдное, скажем так. Вот, и из них, в общем-то, выяснилось, что около 9% детей были замечены признаки, ну, в общем, такого патологического гейминга. Что самое интересное, были проведены похожие исследования, и, в общем, цифра в 9, в 10, в 11%, она, в общем-то, присутствует среди детей, в общем, так достаточно стабильно. Но что интересно, признаки вот из этих 9 вот этих критериев, признаки вот такого патологического гейминга, скорее, появлялись у кого? У детей, которые были импульсивны, которым было сложно, как это, контролировать свое эмоциональное состояние, которым было очень трудно общаться со сверстниками, они, скорее, ну, в общем-то, это их какой-то цитку... Ну, общение было, скорее, таким минимальным с окружающими, с окружающими, и у которых замечалась, ну, была замечена избыточная игровая активность. То есть, отдельно, конечно, ну, если человек много-много прямо играл, это не связывалось, ну, то есть, не было прям такой, ну, прямой такой связи с, условно говоря, с этим наброском нарушения, но, собственно, это тоже влияет, тоже может быть одним из факторов риска, да, возникновения такого. И, собственно, наблюдались интересные последствия, потому что, ну, низкоуспеваемость, это, конечно, сложно вот этим... кого-то удивить, особенно в наших-то, в общем, странах, ну, для Сингапура это, видимо, было очень важно. Ну, возникали, в общем-то, некоторые, там, депрессивные расстройства, тревожные расстройства, появлялись, в общем-то, не просто, ну, вот там, трудности в общении с другими, да, ну, в общем, были замечены признаки, в общем, такого, там даже напоминала социальная такая фобия, да, ну, в социальной фобии, в общем, когда было непросто, там, трудно общаться, было страшно, скорее, общаться. И в этом плане это такая вот, это, конечно, результаты еще предварительные, да, в общем, ну, эта история только-только набирает обороты, но уже тут можно на что-то обращать внимание, да, ну, вот в плане детей, да, если кому-то, например, страшно, типа, а вдруг он много играет, это как-то на него повлияет, ну, похоже, повлияет в том случае, если ему он импульсивен, ему трудно общаться с другими, да, то есть, и более-менее понятно, что делать в такой истории. В общем, почему даже вот, я подхожу к концу, почему вообще вот эта история, особенно последняя, для меня имеет это, в общем, такой забавный смысл, потому что, в общем-то, много разговоров ведется о том, что игры как-то плохо влияют, по факту исследований на эту тему очень мало. То есть, мы имеем крайне мало, там, каких-то даже вот четко очерчено нарушений, расстройства, в общем-то, отсутствует. И даже возникает еще много, например, претензий к тому, как эти исследования проводятся, потому что часть претензий, ну, там, часть исследований, например, не содержит шкалу лжи. Да, ну, или проводится среди каких-то онлайн, ну, форумов, как раз людей, которые играют в играх, да, ну, там, онлайн-опросник, неизвестно с кем, и неизвестно, как он ответил, ну, давайте из этого, типа, сделаем вывод. Ну, такая достаточно сомнительная вещь. Ну, почему шкала лжи, например, важна? Потому что, например, даже вот в предыдущем исследовании один из вопросов был, играли ли в такую-то игру, а там была выдуманная игра. Если человек отвечал, что да, играл, то, в общем, доверять таким данным, в общем, в общем-то, сомнительное занятие. Вот. Ну, собственно, все, пожалуй. Адмирин, скажите, а жанр игр учитывался? Жанр игр? Вот это тоже отдельная история. А стрелялки там, братья? В данном случае нет. Ну, то есть, когда говорили в целом про такую игровую активность, нет, не учитывалось. То есть, проводились отдельные исследования, ну, например, про каким-то играм, которые, например, называются... Ну, если, например, речь заходила про, там, агрессию, уровень агрессии, то, в общем, интересовались, типа, violent video games, видеоигр, где присутствует какое-то насилие. Да, это тоже... Ну, в таких исследованиях, да. Есть. Ну, пожалуйста. Вопрос такой вот. Здесь получается, что наиболее вероятно развитие такой зависимости у людей... Ну, как, конечно, нормально это бывает. Так, но у людей предрасположенность каким-то отклонениям. То есть, вот, скажем, у нормального там человека она не может противиться. Так, так, ну, так. Ну, знаете, тут вот вопрос про нормальность. Ну, вообще слово нормальность, оно тут достаточно интересное. Ну, на мой взгляд, ну, тут можно рассматривать вот эти вещи как факторы риска, да. Про то, что, например, какие-то эмоциональные, ну, проблемы будет, ну, вот, ребенку, да, конкретно будет сложно, например, решать со сверстниками, ну, обговорив, например, что-то или, там, подраться с кем-то или еще что-то устроить, например. Ну, как это обычно, в общем, бывает. Ну, и, в общем-то, он будет, например, может использовать видеоигры как такой вариант эскапизма, то есть ухода в игру для решения каких-либо своих, там, эмоциональных проблем. Ну, это правда, ну, такая интересная вещь. А еще? А, есть вопрос насчет, например, с этой истории, чтобы поиграл там какой-то шутер, взял реальное ружье, шел, перестарял свой с одинокарик. Вот что-то по этому поводу можешь сказать? Да, ну, это вообще прекрасная история, потому что это, конечно, всегда, ну, грех, конечно, такую историю не взять, например, не написать об этом статью или сказать там в новостях, вот, он еще в игры играл, вот, знаете, вот это тоже хорошая причина, типа, почему он так поступал. Брокколи еще кушал. Ну, брокколи кушал, да, вот уже прекрасно. Но и воздухом дышал. Связь прямая, прям калилец. Но тут интересна такая вещь, что, в общем-то, насколько я помню, в 2016 году проводился мета-анализ американской психологической ассоциации большого количества исследований, ну, около 200, на мой взгляд, может, и больше, вот, на эту тему. В общем-то, выяснилось, что, да, игры отчасти могут повышать, ну, там, влиять на агрессивность, но прямой связи с, ну, таким криминальным поведением, да, ну, с какими-то такими поступками нет. То есть, на самом деле, если говорить по правде, то сейчас такой связи, да, ну, что вот поиграл в игру и пошел расстрелял кого-то, не наблюдается. Вот мы много говорили и сравнивали в своей презентации азартные игры и компьютерные игры. Как они вообще связаны, и почему это так часто сравнивают? Сложно сказать, почему это часто сравнивают, но вот это такой тоже интересный вопрос, почему вдруг, ну, там, игры вообще интересную такую нишу свою занимают, они вроде бы как развлечение, да. Ну, наверное, отчасти, потому что, ну, в какой-то степени игры могут иметь действительно компульсивный такой характер, ну, то есть, где для того, чтобы там с какой-нибудь тревогой или с чем-то так им справиться, в общем, человек играет, например, проводит много времени. Может быть, по этой причине. Что общего? Ну, действительно, есть какие-то моменты общие. Потому что вот то, что вот даже я вот приводил в пример, вот это вот, ну, опора на ожидание для поддержки, ну, там, когда я ожидаю, что вот сейчас приз какой-то будет в какой-то момент, мы не знаем, в какой, естественно. Она действительно очень напоминает азартные игры. И даже вот последние вот такие фишки, да, в игровой индустрии, это когда человек играет, и в качестве награды ему предлагается не просто конкретный приз, а условно говоря, коробочка с неизвестно чем, да. Там может быть что угодно. Одно дело, например, когда эти коробочки ты получаешь в игре, ну, да, ну, то есть, это вот один компот. А другая интересная история, это когда ты платишь за эти вещи. И вот тут механизм, ну, вот, максимально, мне кажется, уже приблизился к азартным играм, да. Или, например, такая штука, что, в общем-то, эти коробочки, например, ну, то, что называется лутбоксы, да, никак, ну, почему это интересно, потому что это не особо регулируется на законодательном уровне. Ну, например, ребенок-то может это приобрести, в принципе, что ему мешает. А по факту, ну, да. Да, пожалуйста. У меня вопрос по поводу среднего возраста. Мне очень понравилось, там, через 5 лет. Вопрос серьезный. Каким образом он был вычислен? Потому что значит ли это, что больше всего людей вовлечены играми в возрасте от 30 до 40? Или значит ли это, что эти вовлечены люди в учетах до 15 и старше 50? Потому что, например, средний возраст Берлина, 35 лет. На самом деле, люди, которые, которым от 30 до 40, в учетстве. Ну, в общем, эти данные были получены, по-моему, в исследовании, вот, собственно, там даже была маленькая строка, ну, вот, собственно, вот эти, где проводилось, там, можно даже вернуться, если постараться. Сейчас, 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 сейчас. Вот. Ну, вот, собственно, по исследованиям, которые проводились, ну, вот отчеты, которые были на, не знаю, вот есть документ под названием «Интернет-трендс» 2017 года. Это был, вот, конкретно про вот этот возраст, про вот этот США, там, конкретно был опрос, насколько я помню, четырех тысяч человек. Соответственно, есть также, кому интересно, кстати, вот, ну, такая раскладка по возрастам, да, ну, конкретно, какие возраста, ну, там, присутствуют. Да. То есть, я сейчас там сходу прям не вспомню, потому что, там, ну, такие разные цифры, но, например, тут же учитывалось не просто, например, компьютерные, ну, то есть, именно игра за ПК, да, за компьютером как устройством, да, это, например, мобильные игры. Например, это могли быть игры, ну, там, за приставками или за чем-то, потому что, например, в США распространена вот такая практика, когда в семье есть какая-то приставка, и в нее, в одну, например, приставку играет вся семья. Это могут быть игры, которые даже, в общем-то, ну, там, разброс таких игр на самом деле огромен. То есть это могут быть, условно говоря, хардкорные игры, где надо разбираться и нарабатывать какой-то навык для того, чтобы вообще в нее играть. Это могут быть, условно говоря, казуальные, где, в общем, не думая, там, не знаю, какие-то там рубинчики, там, не знаю, собрать в ряды, там, в общем, такое. В общем, даже особо не включаться, там, не знаю, сознательно. Не, ну, по вашему ощущению, ты знаешь, что ты трекуешь средний год? С 40 годам? Сложно сказать. Вот тут просто происходит такая вещь. Почему такой, наверное, интересный средний возраст? Потому что это люди, которые, молодость которых, ну, там, или подростковый возраст, который пришелся на время рождения видеоигр. То есть это люди, которые, вообще-то, ну, одни из, может быть, одни из первых, которые в них участвовали, играли. Соответственно, будет, например, интересно дальше, что будет. Ну, например, вот наше поколение, там, где много людей вовлечены, будут они играть, там, в 70 лет, в 60. То есть представить, что, например, в 90-е человек, там, ну, 70, там, или 60 лет играет в игры, достаточно сложно. А что будет с нами, ну, тут очень интересно. Это же мое такое замечание. Вот, ну, возможно, часто, если едете в троллейбусах, там, маршрутках, вы видите тетечек, которые там за 50 лет не рубятся в какие-то там вот эти всякие тоже камушки собирают. Ладно, камушки. Я однажды видел, где там какая-то, ну, женщина, в общем, классическая, молдавская такая женщина, сидит и рубится достаточно сложную, ну, там, какую-то мультиплеерную ерунду, там, какая-то RPG-шка основательная. И, в общем, я думал, как, если мне даже не как-то не особо тянет, времени на такое бы не было, да, в общем, ничего, только справляются хорошо. Да, пожалуйста. Какая-то именно больше, как активируются системы вознаграждения, какие-то компоненты, это, в общем, стопы листы, это, в общем, стопы листы, это, в общем... А пока вот сходу я такого, наверное, не назову, потому что это, в общем, даже на самих видеоиграх, даже вот таких, ну, условно говоря, крупных цифрах, где мы, в общем, просто сматриваемся в толпу, все только начинается. А то, что вы называете, это, на мой взгляд, ну, какая-то очень интересная, ну, такая вот дальнейшая работа, которая, вообще-то, ну, необходима, если у нас есть четкое определение, да, например. А пока оно такое очень размытое, я думаю, ну, в общем-то, пока только рано об этом говорить. Хотя, это область интересная. Ну, вот опять-таки, называть что-либо игровой зависимостью мне сложно в этом плане, но действительно встречался с тем, что, в общем, игры использовались как, ну, там, способ справиться с какими-либо, там, трудностями, с какой-то тревогой, ну, например, какие-то жизненные, там, задачи конкретные, да, когда вот надо, вот, иди и решай, да, условно говоря, они слишком вызывали много тревоги, проще было активность свою направить на игру. Ну, то есть я что-то делаю, ну, в общем, делаю. Ну, вот, допустим, в случае с министром экономики Греции, да, я, Руфакис, который в основе аллайн-игры предложил экономическую модель для Греции. Эти данные были взяты из игры, происходит операция, у меня есть какие-то камушки и так далее. Следственно, если вот эти операции, происходящие в игре, они похожи на те операции, денежные операции в реальном мире, можно ли считать, что, ну, вот эти игроки в этой игре просто проявляют то самое поведение, которое бы они хотели в реальной жизни, но не получается потому, что там неудачник, или потому, что что-то неудачник. Ну, как сказать, ну, так выходит даже, что самими играми, вот если какое-то время назад, да, там, без за того, что, в общем-то, интернет был не так доступен и таким легким, да, в общем, делом, можно было, не знаю, играть, условно говоря, дома, или, ну, там, ты сел и играешь, и там очень нечасто, да, общаешься, например, с кем-то, то нынешние игры, это, скорее, вот, в общем, включают очень много реального взаимодействия, да, это, например, какие-то киберспортивные мероприятия, где люди зарабатывают, например, на этом деньги, или когда существуют в игре какие-то кланы, и они вживую собираются, например, общаются, то есть тут границы очень размыты в этом плане, и вот с той точки зрения, что может быть им, там, не знаю, проще что-то такие вещи решать, то есть, с одной стороны, да, но даже, в общем, геймстадис сейчас выходит за рамки, ну, это такой вот этап, на котором находится геймстадис, называется постэскаписки, да, ну, эскапизм как уход в игру от реальной типа жизни, да, почему он таким, ну, так называется, потому что, в общем-то, границы, опять-таки, реального и нереального размыты, а с какой-то точки зрения, ну, например, получив этот опыт там, человеку проще выйти, условно говоря, там, да, вот, нашу обычную, не компьютерную, в жизнь, где нет компьютерных игр, да, условно говоря, то есть, например, каких-то, вот, не знаю, там, финансовых, административных или, там, каких-то навыков в общении. Еще вопросы? Дмитрий, у меня такой вопрос к вам. А появится ли такое направление, такой сплав профессий, как психологи и гейм-девелоперы, ну, вот что-то совмещенное с этим? Если он будет что-то изучать, то тогда что есть? Уже есть. Потому что, вот, например, тот человек, который написал статью про behavioral, этот гейм-дизайн, он, собственно, и работает уже ныне в исследовательской команде, которая, в общем, помогает разабатывать игры. Например, у компании Valve, ну, там, одной из самых-самых, самых известных, крупных, у них есть штатный психолог, который, в том числе, в общем, помогает, в общем, разрабатывать игры, ну, какие-то механики и так далее. Поэтому уже давно есть. Еще вопросы? Давайте последний. А, да, у меня вопрос. Ох! Если кто стесняется. Часто мы видим родителей, которые говорят, вот, у меня ребенок играет, а я не хочу, потому что что-то там, потому что он станет плохо учиться, он уйдет в водовод. Ну, да. Как объяснить родителям, во что ребенок может играть, что безопасно, что не безопасно? Вот, это очень такой хороший вопрос. Например, в Соединенных Штатах есть такая, в общем, распространенная практика до того, как ребенок садится за игру. Вообще-то, родитель совершает, во-первых, покупку игры вместе с ребенком, ну, кто же дает деньги, соответственно, там, или карты покупает. Второе, он смотрит на рейтинг игры, потому что у любых, то есть, у большинства игр, на, например, коробке, ну, это тоже прошлый век коробки, да, конечно, ну, например, на самом продукте или там на сайте есть рейтинг конкретный, который указывает, в каком возрасте ребенок может в это играть. То, как эти рейтинги проставляются, как вообще эта ассоциация, которая проставляет рейтинги, появилась, это вообще отдельная очень забавная история, но по факту на эти вещи можно опираться. У нас, например, скорее такой практики практически нет, ну, то есть, ну, хочешь купить игру, ну, или покупай, или там, скачай, откуда хочешь, то есть, как-то, в общем, как будто бы это, ну, участвовать, не столько контролировать, но участвовать в покупке игры, в выборе игры, у нас родители не очень привыкли. Ну, хорошо бы, по сути. То есть, вместо того, чтобы, не знаю, писать какие-то петиции по запрету, нужно осведомлять родителей о том, что родители должны не только кормить, одевать ребенка, но еще и смотреть, во что он играет. Да, да. Спасибо большое. Спасибо. Украинская фамилия, и по каким-то косвенным признакам вы, наверное, могли понять, что я отношусь 15 на 4, это правда. У нас в Одессе тоже есть бранч, наверное, ближайший к вам бранч, мы ваши соседи. И 15 на 4, это не просто какое-то мероприятие в афише вашего города, к которому можете пойти вечером. Наверное, сегодня мы можем выделить две такие важные, важных аспекта. Во-первых, мы живем довольно интересное технологическое время, несмотря на это, какие-то проблемы вроде мистического мышления, вроде какой-то мифизации, если можно сказать, нас тормозит. А с другой стороны, наука в наше время достаточно сложная штука, и не всегда можно сразу понять, чем занимаются на самом деле ученые. И смотрите, что происходит. Гражданское общество финансирует науку, ученые работают, делают какие-то открытия. Но вот это самое гражданское общество не всегда понимает, а чем они вообще заняты. И вот для того, чтобы хоть как-то попытаться повлиять на эту проблему, было когда-то создано движение 15 на 4, которое сегодня есть в Украине, в Молдове, в Российской Федерации, даже в Германии. Я считаю, что это комьюнити... И в Грузии, да. Я считаю, что это комьюнити, которое мы создаем, комьюнити людей, которые стремятся к знаниям, с одной стороны, с другой стороны, хотят научиться самим фильтровать их, так, чтобы понимать только знания, которые базируются на какой-то достоверной информации. Я считаю, что это здорово. И каждый из вас может, неважно, путешествует он в какой-то город, или просто хочет у себя прийти выступить, может присоединиться к этому движению. И небольшой анонс. Мы попробовали делать такой новый формат, называется Морнолыч. То есть у нас сейчас 15 на 4, 15 минут 4 лекции. А вот у нас иногда приглашаются какие-то лекторы, которые дают большие лекции, и вот они выступают с ними. Например, мы Асю Казанцу в этом году привозили, это БиОла из Российской Федерации. И 21 декабря в Одессе как раз будет такой Морнолыч. Исследователь на сеть Германии, Вероника Песковацкая, которая тоже представитель нашего одесского бранча, будет рассказывать про старение и питание. Я тоже как врач, тоже как коллега Вероники, буду рассказывать про межлеточные коммуникации. Если вдруг вы решите в декабре поехать в Одессу, заглядывайте к нам на огонек, сделаем вам теплый прием и покажем вам город. Ну и спасибо.